приветствую вас на первом циничном канале из турецкого махмутлара друзья сегодня здесь уникальное явление если посмотрите назад вот туда примерно вот где гору может быть видно не знаю отражаете камера или нет но сегодня здесь песчаная буря со вчерашнего вечера да действительно в турции песчаная буря я тоже не думал что такое бывает по разным данным это либо песок летит сирии и ирака либо вообще западной сахары очень своеобразно не знаю передаст ли камера цвет но вот эти тучи они на самом деле глазом у так если они цвета песка то есть вот я смотрю на экран камеры там они больше просто темные там цвет песка сегодня ходил по улице очень интересно дышишь и прям песок покруствует на зубах вот сюда песок прилетел здесь оказывается такое бывает буквально два-три там дня ну максимум неделю в году так что явление уникальное ну так вот а поговорить я сегодня хотел совсем не песчаной бури это просто есть возможность показал поговорить я хотела об одной очень интересной женской манипуляции скажем так под разными соусами она звучит суть ее я стала вплоть до там профессиональной проститутки там или просто шаблонной какой-то потому что меня прокинул мою первую любовь растоптали первый там молодой человек прокинул и все и пустилась во вся тяжкие стало там не пойми кем очень такое ну как бы то ли в самооправдание обычно это следующему вешают когда на уши когда всплывает что там не знаю сотня партнеров было чё что так да это вот мою первую любовь как растоптали вот обманули девочку и стала решила просто а раз так нет ничего в жизни ничего светлого то погнали и как правило за этой манипуляции действует знать что а вот ты 127 докажи мне что в жизни есть что-то светлое у тебя есть шанс вот так вот особо доверчивых оленей в стойло заводит то есть даже не отрицают что там было 500 кстати друзья цифры могут зашкаливать для примера просто вот под аналогичную манипуляцию ну почти попал он не попал до конца попал недавно наш бронебойнейший комрад чуть был не попал там очень интересно было скажем так его пробивали там на подарки на это самое на ухаживание ну на ухаживание понятно и потом собственно все отношения слились не ухаживаешь так нельзя настоящий мужик должен обязан полный джентльменский набор и потом соответственно комрад лазит по сайтам он заподозрил что такое может быть лазит по сайтам и находит анкету анкету где порядка полутора сотен отзывов только вы попробуйте и там меньше чем за год вы подумайте отзыв дай бог будет писать каждый десятый клиент скорее даже больше то есть там ну реально я не знаю поскольку в день то есть там меньше чем за больше тысячи прошло и вот потом кому-нибудь нет ну скорее что кому-то она скажет что почти девочка одни отношения были вот то есть да и кстати что самое интересное там возраст 21 что льгот то есть когда вам тоже заливают что там почти девочка вы понимаете что какие цифры могут быть теоретически это могут быть тысячи друзья и несмотря на то что кажется вам там юными глазами будут хлопать ресницами там 22 23 24 года это не гарантии там тысячи могут быть не десятки не сотни тысячи вот как той ситуации то есть вот представьте кто-то будет там отношения выстраивать в 22 года с ней 22 года ну блин только жизнь начинается там может быть полторы-две тысячи багаж вот вдумайтесь в эту цифру просто поставьте толку народа на улице вот как 2000 выглядит каждый каждый отметился так вот короче говоря суть манипуляции не знаю мою любовь растоптали мои чувства растоптали и я пустил со вся тяжкий я потеряла веру в людей все я подумал что лучше так тогда как лица вот чтобы не было иллюзии даже любви вот а вот теперь давай ты оленяка это самое докажи мне докажи возложила себя великую миссию что любовь таки есть завоюю растопи мое сердце вот какая-то вот такая хрень короче друзья в чем суть манипуляции никакой любви там не было и как правило вот это ты растоптал там мои чувства или он там растоптал мои чувства это переводится он не захотел за меня платить я даже давным-давно на одном православном сайте видел очень интересное такое объявление очень интересную анкету спасите от блуда женщина уже наверное так ну 25 где-то писала что вот как бы сделай благородное дело то есть не просто там отношения какие-то а спасите от блуда но при этом там были выставлены требования вполне конкретные материальные ну то есть должен зарабатывать требует доходу и так далее короче говоря вот это вот он растоптал мои чувства знаете как переводится он не захотел купить пакетом все услуги то есть она просто хочет зарабатывать зарабатывать своим пельменем и в идеале конечно должен найтись олень который купит сразу анлим вот это совсем не будет гарантировать что она не будет подрабатывать халтуру никто не отменял ну вот но тем не менее вот если он покупает анлим то есть он сразу там год ей оплачивает или пять лет это называется отношением иногда семья как правило каждый конкретным то есть оптом то должно быть дешевле на практике вот этот вот гос жена она обходится дороже уже многие камрады уже там кучу копий поломали высчитывали стоит ну соотношение гос жены и открытой как говорится работница скажем так гос жена как правило получается дороже с учетом раздела имущества алиментов потом изначально ее там ухаживание за ней так далее как за морской свинкой дороже получается так вот не хочешь пакет покупать я тогда буду в розницу продавать нету оптовика буду продавать в розницу вот и все что это значит самое главное друзья не ведитесь на такую хрень на запомните что если девушка женщина нормальный человек у нее не возникнут мысли идти пельмерем торговать ну если она столкнулась с каким-то подонком даже действительно ну что я в жизни сталкивался с бандитами с очень разными элементами у меня не появлялось желание идти какую-то дичь творить если я творил какую-то дичь я прекрасно понимаю что это было мое желание творить дичь они от того что кто-то у меня там веру в людей отобрал бред собачий короче друзья ничего просто так не возникает это просто скажем так невозможность продать оптом и поэтому она принимает решение продавать в розницу а потом она об называет любовь морковь семья будущее серьезные отношения это всего лишь оптовая продажа соответствующих услуг и вот она как бы пошла в розницу продавать а теперь ты лошара должен опять же оптом взять только там уже ну явно товар не того качества будем говорить именно такими терминами но ты лошара должен брать даже дороже чем в розницу то есть ты берешь пакет там не знаю 200 сразу но платишь на них как за 300 или за 400 200 смысле раз короче говоря все это фигня просто так ничего ниоткуда не берется если по каким бы то ни было мотивациям по каким бы то ни было причинам женщина принимает решение пойти в соответствующую в соответствующую профессию она и есть все никаких других вариантов нету и да не подбирайте там не становитесь каким-нибудь 3-4 тысячным я говорю что сейчас вовлеченность в это занятие очень высока в случае с нашим бронебойным камрадом где он с ней собственно познакомился в институте это была просто студентка это не то что в смысле он ее где-то там на панели снял и вот надо же никогда не было и вот опять нет это обычная девочка ничем не уделяющийся в группе студента вот так вот то есть там ну ты щенку точно наверное пропустила через себя сейчас будет каком-то оленяке затирать что не могу полюбить если не ухаживаешь ты у меня максимум 2 максимум вот но вот не будешь ухаживать не могу я просто не раскроюсь как женщина вот примерно это она и затирала она не чувствую себя женщины я не чувствую вот другим же дарят подарки а ты не даришь я не почувствую себя просто женщиной и все ты же вот хочется мужчины чувствовать хочешь там чтобы у тебя отношения были а вот я тебя женщина хочу чувствовать вот поэтому ты мне должен там тем более это у меня всего лишь 2 вот так вам будут примерно говорить после не знаю митинга целого я не знаю я хотел сказать взвод рота я не знаю полторы тысячи человек это что это больше батальона это наверное уже полк что ли я не представляю сколько это вот после примерно таких цифр поэтому друзья если вы видите такой подход я была молодая наивная вот меня кажется в грязь втолкнули она сама это грязь захотела все ничего больше деньги нужны были как правило там деньги на побрякушки так вот и плюс желание зашквара дальше если вы видите оправдание этого явления то есть если она про какую-то подругу допустим что вот была молодая наивная и в грязь столкнули она не виновата друзья либо задействована в этом либо в двух шагах либо в пол шага то есть не будет нормальная женщина девушка оправдывать грязь зачем вот вы идете лежит куча говна на дороге и вы говорите нет нет давайте посмотрим комплексно на это явление смотрите ну да похоже на говно конечно слов нет но цвет такой же как у черной икры можем ли мы утверждать что некоторое отношение к черной икре этот предмет имеет вот смотрите а ведь можно же удобрение да можно удобрение произвести соответственно как сельским хозяйством заниматься без удобрения вот начинается отбеливание начинается просто давайте все таки не будем считать что говно это уж полное говно и в итоге в результате этого отбеливания получается что-то вроде как у виктора гюго там не униженый оскорбленный блин как это отверженная отверженная что как бы шаболда это вот такая жертвенная женщина который только не коры стирать от окна для там чтобы деньги достать на несчастную деточку короче говоря все это как она святая вот это практически святой человек вот если вы видите в вашей там девушке женщины оправдание вот этого друзья вы поймите это отбеливание дерьма значит это приемление дерьма не будет то есть знаете такая хорошая девушка она ведь нет я там порядочно все одни отношения на всю жизнь но я и тех понимаю да не друзья так не бывает между мирами как в евангелии сказано пропасть и между вами и нами пропасть положено хотящие от вас перейти не могут и хотящий от нас перейти не могут как хорошо если вы не допускаете или допускаете что какая-то ну порядочная женщина будет как бы нормально относиться вот такой шаболде задайте тогда вопросу может на другом примере понять не будет как шаболда будет относиться к нормальной женщине что она там пополамщица лохушка и так далее это пропасть понимаете ни с одной из сторон не будет принятия то есть нормальная женщина будет понимать что это грязь там будет понимать что будет считать что это лохушка там пополамщица не может олень развести там пропасть никогда не будет оправдывать если лично не близко если лично близко вам завтра ценник выкатят ну такой опа чуть какой-то это ухаживание то дорогой подарочек дорогой получается да что делать цены растут а денег нету погулять я сейчас тыщенку через себя пропущу может 2 потом может до тебя дойдет может и деньги заработаешь как раз к этому времени вот какая-то подобная дичь будет поэтому друзья не ведитесь на эту дрянь кажется не стоит искать черную кошку в темной комнате когда ее там гарантированно нет